Рабочая обстановка является наиважнейшим аспектом ежедневного существования. Если ваше окружение некомфортно, вы это исправляете. Для этого можно передвинуть стол на другую сторону комнаты или изменить высоту стула и другие вещи, необходимые для максимального комфорта. Программное обеспечение ничем не отличается. В данном видео я покажу, как изменить обстановку внутри иллюстратора, чтобы было комфортнее, а также покажу, как ее сохранить, чтобы обращаться к ней в любой момент. По умолчанию в иллюстраторе есть различные рабочие области для разных заданий, которые вы выполняете. Вверху выскакивающих меню вы увидите функцию Automation, созданную для ускорения работы, например, сохранение действий. Essentials – это инструменты, которые, по мнению иллюстратора, просто необходимы. Layout – для выполнения дизайна шаблона. Painting – для работы с кистями. Printing and Proofing – говорит само за себя. Tracing – перевод растровой графики в векторный формат. Typography – это хорошая рабочая область для объемной работы с текстом. Наконец, Web – теоретически здесь все, что необходимо для веба. К сожалению, иллюстратор не может выполнить пожелания каждого в рабочих областях. Но я могу изменить эти рабочие области самостоятельно, так как каждая область содержит панель конфигураций и инструментов, которые Adobe посчитал самыми популярными для определения рабочего процесса. На своем опыте я никогда не пользовался рабочими областями и не устанавливал их. Уверен, что вы с этим согласитесь, работая с программой. Посмотрим, как можно создать и сохранить собственную рабочую область, необходимую нам. Для начала перейду к инструменту Selection, чтобы очистить экран. Взглянем на рабочую область в целом. Так как я человек сети, я знаю, что в общем я не буду использовать многие доступные здесь панели. Поэтому я изменю интерфейс с инструментами, как нужно мне. Первая панель, которую я исключу, панель Color. Панель Color довольно полезная из-за спектра. Но я могу выбрать ее в других местах. Поэтому я вытащу ее и закрою. Другая панель, которую я не использую часто, Color Guide. Так как часто я работаю со спектром от клиентов или компаний, которые сами определили палитры и цвета. Поэтому ее мы тоже закроем. После этого переходим к панели Swatches, Brushes и Symbols. Я предпочитаю создавать собственные символы, поэтому я просто также ее закрою. Вообще, мне нравится, когда обводка находится внутри панели Swatches and Brushes. Поэтому я перемещаю ее туда и размещаю. А затем располагаю прямо в середине. Я также перемещу туда и Gradients, так как они являются частью палитры Swatches. Перемещаюсь вверх. Я считаю, что Transparency это часть вида. Поэтому я перемещаю ее и размещаю вместе с Graphic Styles и Appearance. Работая здесь, я создаю свою рабочую область, которая подойдет именно моим нуждам. Обратите внимание, что когда я нахожусь между панелями, я могу их менять. Изменю и эту, и эту. Мне нужно, чтобы панель Layers была самой видной, так как я много работаю со слоями. Я оставлю ее как она есть. Оставлю панель Artboards там, где она есть. Мне нравится работать с панелью Tool в режиме колонки. На маленьком экране это не совсем удачно, так как она заходит за края экрана. Возможно, в данном случае я не стану ее менять. Но я знаю, что сохранив рабочую область в режиме единой колонки, иллюстратор запомнит, что панель Tool должна отображаться в одной колонке, а не в двух. Для данного случая я оставлю две колонки, чтобы было легче все видеть. Итак, я переделал рабочую область, я реорганизовал панели и переместил вещи. Я готов к сохранению. Для этого есть два способа. Это можно сделать с помощью меню Window, где внутри него вы находите Workspace Menu, опускаетесь и выбираете New Workspace. Вы можете перейти в выскакивающее меню Workspace и выбрать New Workspace, что будет проще. В данном случае назову его Justin и нажму ОК. После этого вы заметите, что меню Jump автоматически переименовывается в Justin, и теперь рабочая область сохранена под этим именем. Каждый раз я буду возвращаться к нему легко и быстро. Установив рабочую область, например, если кто-то воспользуется моим компьютером и перенастроит ее на рабочую область Typography, я смогу вернуться к рабочей области Justin и снова контролировать свой компьютер. Проще всего это сделать, перейдя в меню Workspace, развернуть его и найти Justin вверху. После этого я кликаю его, и все автоматически устанавливается так, как я настроил. Панели Swatches, Strokes, Brushes, Ingredients, Appearance, Graphic Styles, Transparency, Layers и Artboards отличаются от рабочей области Essentials. Если я вернусь и выберу Essentials и переустановлю их так, как было в начале, вы заметите, что все панели вернулись на свои обычные конфигурации. Переключаясь на рабочую область Justin, я получаю оптимизированную рабочую область Essentials, на которой я работал ранее. Создание рабочих областей в иллюстраторе – это отличный способ убедиться, что окружение отвечает вашим потребностям и вы в комфорте. Если вам некомфортно ваше окружение, поменяйте его. В этом поможет WorkSpaces. Для различных рабочих процессов можно создать различные рабочие области. Все зависит от вас, а иллюстратор запомнит любые изменения.